так ну что продолжаю дальше разобрал насос и короче это увидел такую ситуацию вот как он вал или как ротор и крыльчатка отпала крыльчатка отпала вот она должна здесь туго сидеть на валу по идее он не так вот сначала вот здесь заглушку открутил но слил там воду первоначально заглушку открутил включил насос и видно прям он крутится так хорошо так ну по валу там отверточки так раз он так ну видно что это движок работает нормально ну понял что нормально что там двигателя потом думал ну-ка сниму эту перед ну этот выход где патрубок подсоединяется снял крыльчатку там рукой такая там можно достать там засовываешь палец тык 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 и крыльчатка слышно там она так тык 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 болтается от руки там что-то брякает так туда сюда она то и слышно было немножко когда она это его включаешь он он жиг-жиг-жиг-жиг-жиг что-то как это болталась там где-то потом раз думаю сниму ну-ка посмотрю что там такое внутри раз снимаю точно вон крыльчатка от руки влазь специально в перни поедешь из-за одного насоса и сейчас думаю приклеить его что ли как зашершавить изнутри его нацарапать там чтобы он какой-то шершавенький был это поверхность внутренняя вон видно шлифовалась такая блестящая ствол тут вал керамический такой белый вам и вот его тоже здесь на шершавить немножко нацарапать резьбовой герметик намазать туда и запрессовать тугую там ты она должна по идее держаться потому что тут нагрузки с большой такой нету на перчатку на эту вот этот резьбовой герметик допустим он очень такой как бы крепкий как пластмасса становится как я не знаю как стекло какое-то а вот вибрация была когда включал на третью передачу видимо как вот этот шкив уже болтался и вибрация была как передавалась на трубу на гофру все готово можно ставить герметик резьбовой красный затвердел такой твердый твердый там сейчас пытался там под ножом вот ковырял где застывший он тут такой твердый как стекло какое-то что такое становится туда он разбирается вот это как располовинивается это две части вот это стакан и вот эта часть она разбирается и там достается ну вау так внутри достается от ротор сам и короче говоря там нашоркал его так потёрк чтобы он шершавый был керамический это это он плохо так терется нож таком шорка шоркаш так точишь-точишь его так он так потихоньку потихоньку смотришь так потом на нем такие как царапины делаются постепенно так ну короче зашершавило чтобы он был как бы сказать что к нему хорошо прилипло вот это вот как герметик чтобы как бы схватился с ним как бы зацементировался ну как для адгезии адгезии как правильно и сама вот эту втулку вот она вот эта бронзовая втулка там внутри тоже пошоркал там и напильником так пошкарябал всякой чтоб царапины на ней были все потом намазал туда в тугую посадил так подбил туда туда не подбил так придавил чтобы дальше зашло немножко ну а куда глубже села и все четко вроде бы подождала нагрел еще на газу на конфорке так его ну подогревал так издалека как бы ну газ такой горит допустим так на расстоянии прогрел чтоб теплым был чтобы быстрее схватился все там застыл видно прямо все чертенько думаю держаться будет ну не будет на тогда уже это другой куплю сейчас ездил в магазин там смотрел какие тут у нас продаются таких нету восьмерок вообще не продают типа каких не берут почему-то ну редко его только четверки у них и шестерки какие-то фирмы какая-то три буквы какие-то tcl какой-то или как-то фиг поймешь черные такие цвета ну тоже бракованные постоянно попадают я говорю он включил глиновый накрылся сразу же кричатка отпала видов он вот и показывает коробка там тоже вот сегодня принесли тоже кто-то по гарантии принес тоже не равно сколько-то времени тоже поработал и не стал сломался что-то видеть тоже муж кричатка тоже отпала фиг знает а его можно менять же еще тут я где-то в интернете видео 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 допустим вот эта коробка нашу ну так сверху было или хотя бы вот так сбоку мне туда подача идет а если кому надо наоборот в эту сторону и будешь ставить коробка будет вот так внизу стоять будешь эту заглушку откручивать тут вода потекет сюда на коробку попадет ну электричество там провода замкнуть что-то такое с одной стороны как бы логично с другой стороны на хрена эту заглушку выкручивать она нафиг вообще не нужно зачем я но я выкручивать только если когда вал там не будет крутится как-то там не знаю крутануть его чтобы то воздух выпуска типа на это вообще бред какой-то там воздух вообще там откуда-то воздух но даже будет там немножко воздуха какого-то или пофиг нафиг он нужен вот в этой крышке вот сейчас нет а не видно будет вот здесь вот а внутри там дырочки такие маленькие ну как получается туда вход есть для воды. И там воздух, ничего не надо выпускать. Это бред вообще полный. Выпускать там воздух, что-то это. Фигня вообще стопроцентная. Даже где-то видео видел, типа вот если воздух не выпустить, то это мотор сгорит. Включить если. Только все по гарантии уже это. Все уже не сдадите по гарантии этот насос. Придется уже новый покупать. Да блин, бред вообще какой-то. А, у меня у брательника насос вот так стоит. Я говорю, ты как так поставил, так ставить-то нельзя же. Он как, типа нельзя. Так в инструкции прочитай, там нельзя. Он должен вот так. Ну, горизонтально вал должен быть. Он так фиг знает. Вот типа стоит, работает. Ничего, нормально вроде. А и потом видел еще в одном месте у паренька там, у Андрюхи. Вроде бы даже Азис тоже что ли насос. Что-то не помню точно. Ну, короче он стоя вот так стоит у него. Тоже, я говорю, у тебя неправильно стоит. Ты что, у тебя как-то так. А я говорит, не знаю. Я говорю, это говорит, установщики оборудованы, вот это, ну, отопление. Они, говорит, так поставили, вот так и стоит. Я говорю, сколько долго уже? Блин, уже сколько-то лет десять, где-то уже работает. Как бы нормально. Не сломался насос. Я говорю, ничего себе. И пофиг дым. Ладно, ставлю и потом проверим, как что оно будет работать. Может, опять отпадет крыльчатка. Вчера, а, вчера этот поставил регулятор. А, между прочим, вчера дрова сгорели. Вот эти все, которые я ложил. Но там немного сколько-то. Поленьев пять-шесть, может, сколько-то ложил. И они все сгорели потихонечку. Я так ее прикрыл, как бы, чтобы вот цепочку все сделал так. Настроил тут. Так, немножко, чтобы на минималке так горело. Там градусов шестьдесят где-то я поставил так вот. И вчера вот эти все дрова прогорели и оно самотеком получается. Все самотеком, самотеком шло охлаждение котла. Как бы он все работал. Ну, как там, не полный был, конечно. Сильно там он не горел. Но опять температура не поднималась. Вот до восьмидесяти, где-то так вот. Девяносто там поднималась она. Но тут горел, но он неправильно показывает. Это на самом деле градусов семьдесят где-то было, может. Шестьдесят семьдесят градусов всего было. Даже если котел, допустим, ну, что-то электричество выключит. Насос качать не будет. Все равно, как бы, будет циркуляция какая-то идти. То, что он, как бы, ну, надо его все равно глушить, как бы, ну, как, прикрывать. Ну, он нагреваться будет. Этот регулятор тяги будет, ну, как бы, его заглушать. И он будет, как бы, тухнуть все равно. А он до конца если закрывается, он тухнет. Вчера вот я делал. Он так все почти потухло. Там, как, уже угли такие немножко там горели, так, чуть-чуть. Ну, что? Все четенько работает. Слышно даже по звуку там булькает, качает. Ну-ка, включим на вторую. Ух ты! Ничего себе! Напор идет такой. Что-то булькает. Воздух, что попадает. Ну, я сейчас тут это, спускал за воду, где-то там воздух в системе был. Немножко все равно. Ну-ка, вот сейчас клапан повернул в другую сторону. Вот сейчас идет отсюда, с обратки. Сейчас сюда перекрутим. По-другому вообще звук стал. Меняется. И в котле что-то булькает там. И здесь вот циркуляция вот так. Шумы какие-то, вот, на повороте. Или воздух там, что-то я не пойму. Воздухоотводчик вроде это включен. Ну-ка, вот этот клапан намного. Нет, воздуха нету, вон на клапане. Вот, на третий. Ничего себе мощно крутит-ка. Какие-то обороты там. А, я вчера вот здесь проверял тоже, вот тут вот, когда котел-то нагрелся, горячий был. Вот тут тепло было, вот здесь горячее. Прям вот этот, сэндвич прям такой горячий был. И вот здесь вот все вокруг такое теплое, такое горячее. Ну, а трубы, видят, нагрев все равно идет. Ну, видят, вот в этом месте именно. Вот тут, где переход, труба-то сильнее нагревается. И вот здесь тоже нагрев идет, видимо. По идее бы вообще утеплить его. Тут и в кочегарке тут жара вообще вчера была. А говорили еще, типа батарею надо ставить, холодно тут будет. Да ну нафиг, холодно. Кочегарка работает на полную мощность, так сказать. Ну, не совсем на полную. Гореть. Тут это, сделал датчик, температура, он неправильно показывал, я его получается тут разобрал. Ну, он тут и так несложно, в принципе. Вот здесь, думал, встал вот этот болт сзади какой-то откручивает, ну, гайка вот эта, какая-то пластмассовая, она не крутится ничего. Вот эту крышку просто верхнюю белую, ее раз снимаешь, и он разбирается. Там внутри как шестеренки такие. И можно подводить, ее поднимаешь, так перекидываешь на зуб. Туда-сюда можно. И, короче, можно корректировать. А здесь он, как бы, я думал, он встроенный как-то сначала, ну, прям в котел, а он оказывается просто как он, повешен вот здесь. Тяга есть, вон, четкая тяга, тяги не будет. Ну, опять, дверь открыта сейчас немножко, сейчас закрываем. Так, дверь закрыта, и сейчас смотрим, тяга будет, нет? Вот открываю. Вон, тяга мощная. Как не будет тяги? Тут везде щели, все равно. Что-то шуметь, булькать начинает, или насос булькает, так, качает. Ведь воздух попадает где-то. Кипеть начинает, что ли, уже. На первой даже не слышно, как работает. Тихонечко жужжит, что-то. По идее, вот такой, какой-то мощный даже насос, мне кажется, это через чур. Хреново то, что он, он много энергии потребляет. 145 ватт на первой передаче. Что-то такой мощный. Главное, как-то так резко отличается, почему-то. 32,6, он, допустим, там, что-то сколько там, я не знаю, 30 ватт, что ли, 40 ватт, там, сколько-то. Ну, мало вообще потребляет. Максимально там, что-то 90, там, 100 ватт. А тут на максимальной 200 с чем-то вообще. Как-то тоже, я не могу понять, что-то никак. Вот, 245 на максимально. Зачем такая мощность высокая? Хотя, по идее, 32,6 насос, он, ну, почти такой же, но немножко, он послабее там, Какой он, по идее, должен, а так, реально, как бы, в два раза разница. Какой 2? Блин, на первой передаче 140 ватт. Как, зачем так много? Не знаю, 100-ку вы сделали на первой передаче. Или там, 70, допустим, на второй там, а на третьей 200, там, допустим, как-то, да? Я к чему это говорю-то? Если бесперебойник ставить аккумулятор, он дофига будет жрать, ненадолго аккумулятора хватит. Вот, и что хреново-то? По идее, можно было шестерку лучше взять. Скорее всего, бы хватило бы его, 100%, бы шестерки тоже хватило. Ну, на второй передаче пускай бы там, шестерка гоняла. Назад не вернешь его. По идее, можно было сдать назад и взять шестерку. Если бы где-то в Перми сейчас жил, сейчас пошел бы в Леруа туда, сдал, да и все поменял. Другой на шестерку бы. Подешевле этот. И он дешевле стоит, 2500 где-то стоит шестерка. Сколько? 48 градусов, все сейчас уже в обратку пойдет. Сейчас начнет срабатывать этот вот клапан. И пойдем посмотрим потом, как батарейки, горячие, не горячие, как что там будет. Посмотрим, как прогревается, теплый пол, еще вот покажу. Теплые полы, что-то нихрена, они не греют. Ну как, греет, но слабо что-то. Получается, что смысл, что? Здесь вот в этих штуцерах, у них тут проходимость, ну, маленькое такое отверстие. Вроде трубка-то сама, как бы такая, внутри она большая, толстая. А здесь проход маленький, здесь вот тоже, там получается на входе штуцера стоят и вот такие тоже, как бы тип. И вот из-за этого, видимо, как проходимость слабая, как бы, или байпас надо ставить между вот этими, между обраткой и подачей, надо заужать трубку. Ну вот эту, основную магастраль, допустим, не знаю, на 20, наверное, заузить. А у меня на 25 я сделал. Вначале вообще не заходило нисколько. Получается, видимо, там внутри тоже, ну, как бы воздуха много. Ну, стравливаешь, стравливаешь, он, как бы, вроде бы не идет. И он, как бы, ну, не успевает воздуха выйти, напора нет. И из-за этого циркуляции нету, воздух, как бы, там мешается. Потом я делал, как вот этот кран, как бы, закрываю. Так, закрыл его на ноль, поставил, чтобы вот эту обратку, как бы, закрыть. И только, чтобы отсюда шло. Взял это почти, ну, до конца полностью этот винт выкрутил. И отсюда, чтобы, ну, как бы, напор больше был. И так, раз пошло так, с воздухом, как воздух начал выходить, рывками такими, фыр-фыр-фыр-фыр как. И так вот, несколько раз так, все так, подставлял так, бутылку, тут полотенце, чтобы это, ну, сыра не было. Туда вода никуда не стекала, в полотенце. Раз, тут так, несколько раз, так много, так долго, так минут 10-15, тут прогонял, прогонял, воздух, все выходит, выходит. И потом, смотрю, так, ну, уже меньше и меньше воздуха стало и потом кран открываешь на пятерку допустим раз его делаешь циркуляция пошла потому что как бы здесь стало заходить сюда трогаешь так горячая такая трубка стала а здесь холодная ну выходи здесь холодная ну как сюда заходит проходит там и сюда выходит но она охлаждается она не успевает короче пол прогреть такой смысл еще она заходит там как-то поток маленький насколько то пока идет она остывает тут уже выходит вот здесь уже холодно уже вот она и получается вот здесь и здесь вот она одинаково а за этого было вот тут теплое было ну потому что отсюда подымалась наоборот с обратки ты короче такой смысл как где по идее либо и пасно сделать чтобы сюда больше загоняла и вообще можно даже этот кран убрать просто соединитель напрямую без крана что просто так соединение было так бы конечно какие-то штуцера как я вообще думал сначала шланги просто одеть прям на эту трубку шланг такой ну резиновый так вот как бы раз соединить их между собой здесь также и и там тоже внизу что без штуцеров этих было чтобы проходное внутреннее сечение было большое чтобы сюда поток больше вот потом что-то думаю ладно так сделаю и вот фиг знает по идее можно переделать конечно там же у меня это как они но штуцера то так прикручены можно их выкрутить они правда на резьбовый герметик сделан там в этом можно скорее всего все равно выкрутиться вот она вот здесь теплая вот это место вот для вход идет вот это вот труба заходите вот она теплая тут чувствуется так идет теплое где-то вот так где-то вот здесь вот за унитазом так немножко такое теплое вроде идет чудо ну так остальное батареи то греют все нормально вот на кухне радиатор трогаешь горячий рука вот не терпит это последний радиатор получается сейчас на первой скорости стоит там качает на 2 я все включал на 2 на 3 прогоняла там через туалет чтобы она там через полы прогнала сильно котел так не греется как бы я тут еще накидал всякий мусор там какой-то сырые всякие там шляпа на улице что валялась по блоку управления поэтому 52 показывает обратка здесь показывает 60 больше 60 чем фиг поймешь как это тоже все эти градусники все раз на котле тоже 60 все три градусника и все по-разному но этот корректировать наверное можно скорее всего а как подкорректировать какая температура на самом деле откуда это горячим блин нифига себе горячая вообще мощно но вот тут как вот тут вот здесь как бы не так я не зря сделал так вот хорошо утеплил здесь все вот тут как бы нормально так более-менее воде асбекса и такое горячего здесь тут тут нормально че тут холодно так он теплая просто чуть-чуть а вот здесь вот около трубы вот здесь вот горячая чувствуется там вот горячая не тут тепло как бы хорошо расходится и вот эта труба говорили типа на мол сильно не нагревает вот рука не терпит блин а фигеть горячая все равно краусов 50 60 микроса есть если не больше это еще печка не кочегарится сильно но так чуть-чуть только вот на 60 сейчас так по идее тут если раскочегарить тут она вообще труба нагреется мощно так что это не нормально сделал правильно все вот от этого в этом месте то что тут железная отсюда тепло идет и сюда передается то и как бы это сильно тут нагревается 33 градуса 34 ручку сделался чётенько сейчас работает открытая рука пусть проветрится мне конечно зимой то тут по прохладнее будет все равно не так жарко будет но опять и кочегарить придется котел то посильнее тоже все равно уже так потихонечку то наверно не будешь мне кажется 60 градусов держать так что насос назад ремонтировал работает вроде ну-ка посмотрим еще раз вот поверим на 2 не четко должна 3 не будет как это бывает горят гудят они там да что то еще вот вибрация была какая-то вот эта труба так вот видимо как-то это сейчас вот не гудит даже но я опять обмотал он и так она нормально остановил уже час больше наверно первая скорость включены дома там трогаю батареи горячущие закрывается сама кто-то закрыл дверь демоны живьем брат демонов а если бы шестерку купил там по любому уже пришлось бы на 2 гонять это бы это самое малое на 1 бы не хватило но может прогоняла бы тоже ну так тяжеловато бы шло но по идее вот часто плюс только никакого конденсата ничего смотрел все нормально вот так принципе горит нормально ничего конденсата нет никакого к счастью-то вон не конденсата ничего не может это зимой когда это холодно мороз там я чё не знаю тяга нормально чем дверь ничего не мешает там не надо никаких там форточки вентиляции делать некие все нормально пощелкивает а что она слышно дрова трещат и вот и не искор ничего никаких не видно там так вот так канал так так там пока вот это пламя вот так она обходит там все и тому же это но никаких искор не остается они тухнут регулятор приоткрыл немножко дверку вот это вот он сейчас разгорает можно все это у нас даже стоит так вот кочегарка чёрка горит ну видно там огонь так заходит потом вот сюда и потом еще раз туда короче вот так вот тут такая котел такой форма такая вот здесь уже огня нету что куда очень посмотрю он там внизу пока немножко ну там начали сам если сильно так кочегарить опять же он закипит просто опять же думаю вот это походу я зря его взял никакого конденсата нету не дошел до этого так скажем может на какие-то сырые дрова наложить там или зимой там или замерзший когда дрова какие-то или когда приглушенный он тихонечко горит там шает потихоньку может как-то не знаю два дня с этим отоплением ковыряюсь настраиваю так сказать ну так принципе вроде пока тьфу 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 так уже более-менее сегодня на работу время 9 часов пойду что-то целый день вроде ничего не делал вот так бегал туда-сюда трубу проверял смотрел что там где греет не греет воздух не воздух ладно всем пока